Председатель правительства страны Дмитрий Медведев провел совещание, на котором рассмотрели вопрос задолженности по заработной плате в субъектах страны. Главы регионов, в которых наиболее тяжелые последствия долгосрочных невыплат денежных средств, присутствовали на заседании в Москве лично. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в совещании посредством видеоконференц-связи. Обращаясь к участникам встречи, премьер-министр констатировал, что мер принятого ранее плана борьбы с невыплатами зарплат на сегодняшний день недостаточно. Было подчеркнуто, что в масштабах страны тех, кто не может добиться от работодателей выплат задолженности, немного долги не превышают 1% от общего фонда заработной платы. Но вопрос остается исключительно резонансной темой. Ориентироваться здесь на абсолютные цифры абсолютно неправильно, потому что за каждым невыплаченным рублем стоят живые люди. И число тех, кто не получил в ноябре деньги, достигло порядка 70 тысяч человек. И вот такая ситуация, она недопустима. Даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию. Тем более, когда у некоторых работодателей возникает соблазн деньги попридержать. Профильным ведомствам было поручено принять дополнительные меры для решения проблемы и сформировать перечень предложений до конца года. Как пишет пресс-служба губернатора, на Ямале работа по ликвидации задолженности возложена на региональный антикризисный штаб. Его деятельность позволила с начала текущего года погасить задолженность на общую сумму 670 миллионов рублей. Кроме того, предприятия-должники внесены в стоп-лист по оказанию услуг и не смогут работать на Ямале. Такое решение было принято на заседании антикризисного штаба автономного округа.